Всем привет! Сегодня делаем заготовки из яблок. Яблочное повидло, яблочную пастилу и яблочный мармелад. Если у вас большой урожай яблок, отличный вариант их сохранить. Готовим вначале яблочное повидло. Для этого яблоки полтора килограмма очищаем от семечек и серединки. Я помесила яблоки в мультиварку, но можно и просто сварить в кастрюле. Добавляем воду 5 столовых ложек и включаем режим тушения на 1 час. Если вы варите в кастрюле, то периодически добавляйте воду, чтобы яблоки не подгорели и перемешивайте. Готовые яблоки с помощью блендера превращаем в пюре. Теперь эту яблочную массу обратно возвращаем или в мультиварку или в кастрюлю. Засыпаем сахар 400-500 грамм. Для меня даже 400 грамм показалось очень сладко. Но тогда яблоки лучше сохраняться. Сахар это наш консервант. Варим полтора часа, периодически помешиваем. Если варите в кастрюле, то очень маленький огонь. Видите, повидло начало хорошо отставать от стенок, значит готово. Стерилизованные банки наполняем повидлом. В процессе остывания повидло наше застынет. А если вы уберете его в холодильник, то оно станет очень плотным. У меня получилось 2 банки по 0,5 и 1 банка 250 миллилитров. Далее приготовим яблочный мармелад. Очень вкусный и простой рецепт. Яблоки 500-600 грамм. Очищаем. Кожу также не снимаем. Нарезаем на мелкие пластинки. Отправляем в кастрюльку. Добавляем полстакана воды и варим 40 минут, периодически помешиваем. Агар 2 столовые ложки, 80 миллилитров воды и оставляем на 15 минут для набухания агара. Из готовых яблок делаем пюре с помощью блендера. Нет блендера, используйте ситом. Высыпаем сахар 60-100 грамм. Все на ваше усмотрение. Варим 5 минут и добавляем агар. Проварим еще 2-3 минуты. Смесью наполняем формы и оставляем примерно на 2 часа до застывания. Вот столько мармелада у меня получилось. Чтобы его сохранить, нужно его убрать в холодильник. Получается вкусно и очень полезно. Мармелад получается очень нежный, но при этом плотный. Я поместила в баночку и закрутила. Убрала в холодильник и часть в контейнер. Теперь давайте приготовим яблочную пастилу. Очень вкусный и простой рецепт. Делаем все точно так же. Яблоки 650 грамм. Очищаем от серединки и косточек. Нарезаем на небольшие кусочки. Я также их буду проваривать в мультиварке, но подойдет и кастрюля. Добавляем сахар 40 грамм и 300 миллилитров воды. Варим все 40-50 минут до размягчения. Готовые яблоки протираем через сито. Процесс этот довольно трудоемкий, но ничего, оно того стоит. Вот такое пюре у нас получается. Нам нужно его еще раз проварить. Провариваем минут 10. Обязательно мешайте на маленьком огне, чтобы не забрызгать всю кухню. И еще раз пробьем блендером до однородности. Всю смесь выкладываем на пергамент и распределяем по противню тонким слоем. Теперь нам нужно все это посушить. Сушим ее в разогретой духовке до 60 градусов 60-90 минут с приоткрытой дверцей. Остужаем и снимаем пергамент. Слой можно сделать немножко потолще. Аккуратно все сворачиваем рулетом. По краям моя духовка подсушила чуть больше пастилу, но ничего страшного. Можно по краям сделать чуть толще слой. Получилось очень вкусно, натурально и полезно. Вот такие вот заготовки из яблок можно сделать, чтобы сохранить урожай. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также в описании вы найдете ссылку на мой второй канал, где много рецептов, тартов, десертов и различной выпечки.